Несколько видосов назад я рассказывал вам о лучшем оружии в ПВЕ. Чем чистить мелких противников, чем наносить урон и всё вот это вот. Тогда я спросил, нужно ли такое же видео о ПВП-оружии. Вы в комментариях ясно дали понять, что да. Так что сегодня говорим о том, какое оружие стоит брать в гарнило после финальной формы. Кстати, в каждом новом ролике я разыгрываю эмблемы. Эмблему из прошлого видео выиграл подписчик, ник которого на экране. Поздравляю с победой. Пожалуйста, напиши мне на указанную почту со своего аккаунта для получения приза. Ну а следующей эмблемой на розыгрыш станет My Destruction. Чтобы получить её, оставь комментарий, будь подписан, поставь лайк под видео и всё. Итоги подведу в следующем ролике. Сразу на берегу оговорюсь, делать видосы о ПВП всегда душное и неблагодарное занятие. Чего бы я тут не насоветовал, найдутся те, кто скажут, что вообще всё не так. И главное просто играть уметь, неважно с чем и так далее. Если я назову одно оружие и скажу, что оно крутое, но не назову другое, тоже буду жестко наказан дизлайком. Так что план на видео такой. Во-первых, я говорю об оружии по разным типам. Например, вот такие револьверы в мете, мне они нравятся. Вот такие автоматы в мете или мне нравятся и так далее. Называю по 3-4 представителя и двигаюсь дальше. Поскольку мета меняется, возможно видео устареет через 2 недели. А возможно только через года 3. Так что мне кажется разумнее говорить сразу о нескольких альтернативах. Во-вторых, это видео не для киберкотлет. Это для чётких сигма Destiny Enjoy'ов с КДА в единицу. Я сам долгое время забивал на ПВП, так что играю сейчас не ахти как. Потому и буду стараться давать советы как бы на равных с вами. Если хотите более глубокой аналитики по тому, как нагибать Василисе и в компетах, это не к этому видео. Ну и в-третьих, я буду говорить только об основном оружии. То есть на белых патронах. Поскольку экономика особых боеприпасов сейчас в игре такова, что большую часть дуэлей вы будете вести именно на белых пушках, такое обсуждение имеет больше смысла. А ещё имеет смысл стараться экономить своё время и поручать фарм кому-то другому. Например, сервису Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновлённым опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейт или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVipe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И ещё, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Итак, какое оружие я могу назвать хорошим для Горнила на момент лета 2024 года? Начнём с бессмертных револьверов. Револьверы всегда в мете PvP Destiny. Это база, это фундамент, это то, что будет всегда. Меняются только архетипы. Иногда нагибают 140-е, иногда 180-е, 120-е и так далее. Но они всегда были в лидерах, за редким исключением, когда жёстко бафали автоматы, например. Сейчас сильнее всего бьют 120-е и 140-е револьверы. На самом деле, 140-е, по моим ощущениям, работают вообще всегда. Среди легендарных револьверов я отдельно могу выделить абсолютно точно. Меньше из Зол, нитевой револьвер в первый слот, который падает в качестве награды в Горниле или фокусируется у Шакса. Роза, который добывался из состязательного плейлиста, а сейчас его можно получить у Шакса, фокусируя анграмы после того, как вы отыграете несколько матчей во всё том же состязательном плейлисте. Магматический молот, револьвер из Испытания Сириса. Да, он 120-й, это правда. Но в любом случае, он в мете и он легендарный. Получить его сложнее остальных, всё же и в Испытания Сириса надо идти. А раз вы смотрите это видео, вероятно, вы туда не особо-то в ходки. Ну и ревик из Железного Знамени, Кинжал Кремин. Меня очень приятно удивил. У него хорошая вертикальная понятная отдача, хороший урон и всё вот это вот. Перки для каждого из этих револьверов я поместил на скриншоты, так что такой набор я могу назвать удачными. Но по факту, как минимум, у Розы и Меньшего Изол огромный выбор и других хороших перков есть. Но вот я очень долго старался и выбивал именно такие сочетания на них. Хотя, честно признаюсь, на мой вкус, экзотические револьверы всё же опережают заметно по ощущениям легендарки. Торн и Пиковый Туз, особенно, Хоук Мун занерфали, так что его не называю. Я обожаю эту парочку. Торн вы можете получить из Монумента Угасшего Света, а чтобы получить Пиковый Туз, придётся завалить 3D6. Хотя, погодите-ка, он и так с этим уже дважды справился отлично. Так что да, Туз тоже получаем из Монумента Угасшего Света. Мне сложно выбрать лучший из этих револьверов, так что советую поиграть с каждым и понять, какой подходит именно тебе. Далее про автоматы поговорим. С ними прямо противоположная ситуация по балансу. Они крайне редко работали в Гарнила и находились в Мете меньше всего за весь период существования игры. Однако сейчас, на момент выхода видео, есть несколько таких, которые отлично убивают других игроков. В первую очередь экзотический Хвостов, хоть его и нерфали не так давно, он всё ещё отец и царь среди этого класса в Гарниле. Благодаря экзотическому перку, каждая седьмая пуля наносит доп. урон. А время убийства Стража с 10 единицами защиты на броне составит 0,8 секунды. Не уверен, стоит ли ожидать ещё одного нерфа этого автомата, кажется, что сейчас он вот прям в отличном состоянии. Достаточно сильный, поскольку это экзот, но уже не имбовый, каким был на релизе дополнение финальная форма. Из легендарных автоматов не могу не назвать Обвинитель из Подземелья Откровения и Ответный Удар из состязательного плейлиста. О нём я даже делал отдельный ролик, обязательно посмотрите, если хотите узнать, ради чего стоит страдать в компетах. Если не боитесь попытать удачи в испытаниях Осириса, то Заклинатель оттуда тоже вполне неплох. Ну и как вариант с натяжкой Смертельный Избыток из Железного Знамени. Он в этот список залетел, так, на полголовы, но всё же, как вариант, в первый слот вполне может сгодиться. Импульсные винтовки. Тут у нас, наверное, самый неоднозначный тип оружия. Он сейчас в мете, но всё равно не всем он подходит. Например, лучшие варианты тут Посланец, винтовка Элси и экзотическая Красная Смерть. Все хороши. Время убийства смешные 0,67 секунды. Но вот как я говорил в отдельном видео о Красной Смерти, не получается. Вот не лежит оружие в руках. Все эти винтовки 340-е, что значит, что стреляют они довольно медленно, но зато с хорошим уроном. Убийство за две очереди. Легче простого. Ты только попадай чётко в голову и всё. А вот на этом затыкаются уже очень многие. Я лично предпочёл бы им Волчьи Когти. Обожаю эту винтовку, формил её из Железного Знамени жёстко в этот раз. Искал идеальные связки перков и для ПВП и для ПВЕ. Тут можно даже 2 перка на урон наролить. В общем, отличный вариант. Но архетип уже менее смертоносный в плане урона. Но опять же компенсирует тем, что более быстрый. Так что смотрите сами, что вам удобнее. Точная, медленная, с хорошим уроном пушка или быстрая, удобная, но не столь дамажистая. Ещё один близкий к импульсным винтовкам тип оружия – винтовки разведчика. Они их кратко, потому что они крайне редко встречаются в ПВП. И вот прям выделить какую-то я бы мог только одну. Историю мертвеца. Экзотическую винтовку, которую можно получить в экзотической миссии предвестия. Я сам удивлён, что не так уж редко вижу её в гарниле, поскольку её тоже уже нерфали несколько раз, потом снова бафали. Кажется, сейчас эта винтовка, правда, не в плохой форме. Ну и, наверное, также коротко скажу про ПП – пистолеты-пулемёты. Из самого очевидного ноу-брейн оружия – это экзот Остеострига. Её помощь в наведении – фантастическая палочка-выручалочка для тех, у кого беды с аимом. На геймпадах это вообще одно из самых популярных оружий для тех, кто не до конца привык стрелять и целиться на стиках. Из легендарных вариантов я не использую ничего, кроме Гнева Шаюры из Испытания Сириса. Она удобная, ставится во второй слот и брать её в пару к револьверу лично мне комфортно. Но я также нередко вижу Неминуемость из Рейда Грань Спасения и Мультимах из Железного Знамени. И на том и на другом пистолете-пулемёте может быть перк «Захват цели», который вполне неплохо работает на этом типе оружия. Вот как-то так. Я не рассказал о специальном оружии, как и предупреждал в начале, так что надеюсь, это не будет для вас критично. Чаще всего из него используют сейчас дробовики, но повторюсь, экономика зелёных патронов настолько мощно покинула чат в игре, что я уже пару месяцев играю в подпивной дабл праймере и не вижу нужды беспокоиться об этом. Вообще, не люблю беспокоиться. И вам желаю того же. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео и следующую халявную эмблему. Ударь в колокольчик, в лайк и до связи. Самый лучший из лучших жар. Отличник.